всем привет с вами ирина и канал my diy life и сегодня традиционный садовый влог начать я его решила рядом с гортензии те кто меня давно смотрят наверняка помнят мою гортензию крупнолесную макрофилу розовую на ее фоне очень часто снимаюсь и снимаю вступление для основных видео на канале и очень часто снимать садовых влогах ну а вот эту красавицу мне кажется я вам еще не показывала это гортензия метельчатая сорта limelight очень ее люблю вот сейчас она во всей красе и уже кое-где начала розоветь метельчатая гортензия распускается белыми цветами ну а в случае limelight они лимонно-желтовато-зеленовато и потом они розовеют со временем хочу рассказать пару слов об уходе за ней возможно кто-то знает кто-то не знает те кто не знает надеюсь что им эта информация пригодится гортензию метельчатую принято вообще низко обрезать весной то есть куст обрезают достаточно коротко оставляют 30 40 50 сантиметров в высоту весь куст сносит но я честно говоря так не делаю меня как видите куст очень высокий мне кажется метра два два с половиной высотой потому что мне его резать жалко и в случае с метельчатой гортензии ситуация точно такая же как и с обрезкой роз то есть если вы ее обрезаете коротко оставляете совсем немного побегов то она выпускает мощные побеги дает более крупные соцветия но куст получается пониже ну а если как я вы ее обрезаете не так жестоко не так нещадно то в этом случае куст получается выше соцветия конечно же мельче но зато их намного намного больше мне в этой части сада хочется иметь большой красивый куст и поэтому я ее режу не так сильно как принято обрезать метельчатую гортензию гортензии я думаю многие знают любят кислую почву поэтому если у вас почвы щелочные или нейтральные то желательно их подкислять у меня на участке почвы и так слабокислый поэтому я с гортензией ничего не делаю мне в этом плане повезло и гортензии у меня очень хорошо себя чувствует хорошо растут но есть еще такой момент тоже я думаю не все об этом знают в случае если почва более кислая розовый оттенок на метельчатых гортензиях будет ярче и будет проявляться быстрее чем на нейтральных почвах ну и кроме того гортензии поскольку кустарники мощные крупные они конечно любят покушать любят попить поэтому их необходимо обильно поливать и хорошо кормить тогда гортензия вас порадует обильным цветением чем мне нравится метельчатая гортензия это тем что в отличие от макрофилы с ней нет никакой абсолютно возни с укрытием на зиму она не укрывная она совершенно неприхотлива в принципе я особенно никак за ней не ухаживаю не считая того что разбрасываю комплексные удобрения по весне точно так же как под все остальные растения и на этом в общем то ну еще обрезка до весной на этом мои пляски с бубнами с ней заканчиваются ну а вот в конце лета в начале осени она меня всегда радует вот таким вот обильным обильным цветением очень ее люблю и вот из неукровных гортензий есть еще древовидная но конечно метельчатая намного декоративнее если из них двух выбирать то я бы выбирала именно метельчатую как раз за ее декоративность она конечно не такая красивая как макрофила все-таки но тем не менее очень эффектно и вот в этом уголке сада она она у меня растет при входе в сад и она прямо сразу обращает на себя внимание когда кто-то ко мне приходит в гости ну и рядом с гортензии у меня еще один гигант растет я вам его показывала весной это мискантус китайский видите он тоже уже выше меня роста уже начинает зацветать ближе к началу осенья вам его еще покажу когда все метелочки он выпустит рядом с гортензии очень классно смотрится но и в то время когда гортензия не цветет вот эта огромная шапка травы конечно создает прямо настоящую фокусную точку в саду и тоже сразу обращает на себя внимание очень декоративная штука у нас я укрываю мискантус потому что у меня он подмерзает у меня вообще вот эта часть сада она не очень удачная в плане зимовки микроклимат тут похуже чем наверху у меня небольшой уклон и вот здесь как раз не зина сюда стекаются холодные потоки воздуха вот розы у меня практически все здесь вымерзали у меня осталось вот буквально одна роза я ее оставила это мускусный гибрид которому ничего не делается но все остальное что у меня здесь росло и зимовало очень очень плохо что касается роз но вот тем не менее и гортензия очень хорошо себя чувствует ну а вот мискантус я все-таки боюсь потерять именно по этой причине по причине плохого микроклимата поэтому я его укрываю знаю не все это делают некоторые не укрывают мискантус и они у них хорошо зимуют но я не рискую уход за ним в общем-то такой же тоже как и за розами он любит покушать он любит хорошие почвы и побольше удобрений побольше влаги и вот если ему все нравится он вырастает вот в такой огромный куст и в конце лета в начале осени радует цветением у меня метелки у этого сорта по-моему бордовые да у этого куста они бордовые что очень здорово контрастирует с яркой зеленой листвой когда они все распустят и еще одна метельчатая коротензия у меня в саду и и я вам уже показывала когда снимала клематис викторию это если я не ошибаюсь сорт pink diamond мне нравится она гораздо меньше чем лайм лайт у нее как видите вот такие цветки они гораздо менее эффектные на мой взгляд здесь сочетаются фертильные и стерильные цветки и вот они вот такие вот воздушные вполне допускаю что в каких-то определенных условиях именно такие соцветия будут лучше выглядеть они более изящной пожалуй чем соцветия у лайм лайт у грандифлора у прочих метельчатых гортензий но лично мне меньше нравится такой вид это конечно чистой воды вкусовщина но я предпочитаю все-таки буйство цветов у лайм лайт а вот этим неброским изящным соцветием у pink diamond возможно не совсем удачно она у меня посажена у меня здесь рядом еще куст макрофилы хотя и молоденькой и конечно вот этим роскошным шапкам она очень-очень сильно проигрывает в каком-то другом окружении возможно вот эти нежные соцветия смотрелись бы лучше хочу еще немножко вернуться к теме посадки штамповых роз потому что меня многие в комментариях спрашивали после вот моих влогах о том как я сажала штамбы почему я сажаю их без наклона действительно штамповые розы когда вы их сажаете весной их рекомендуют сажать с небольшим наклоном для того чтобы их потом было легче укладывать на зиму то есть штамп рекомендуется сажать не вертикально а с чуть-чуть вот так вот наискосок от вертикали для того чтобы потом проще было укладывать чтобы меньше подкапывать меньше травмировать корни и и тому подобное но а в данном случае я их сажала прямо вот хочу объяснить почему дело в том что поскольку штамп контейнерные сажали его в конце лета конечно он не успеет нарастить какие-то сильно разветвленные корни не успеет скорее всего выйти за пределы того объема земли который был у него в контейнере поэтому осенью я его планирую просто подкопать как есть и уже уложить а вот уже весной когда я его подниму я его уже буду ориентировать немножечко наискосок и в дальнейшем уже именно так вести обычно если вы сажаете штамп с голыми корнями то конечно рекомендуется во-первых корни расправить как говорят в виде швабры и именно в этой плоскости его потом наклонять то есть чтобы как можно меньше корней повреждалось чтобы их как можно меньше повреждать и при подкапывании при и в тот момент когда вы их поднимаете обратно то есть опять подкапываете весной но вот в данном случае то что я сажаю штамп вертикально связано именно с тем что роза контейнерная и то что осенью когда я ее буду подкапывать я по сути весь этот ком земли просто уложу уже горизонтально потому что корни не успеют конечно никуда уйти в этот момент ну а весной я уже более основательно порохлю землю вокруг штампа уже расправлю корни насколько возможно постараюсь их шваброй вытянуть и уже укладывать в дальнейшем штамп по всем правилам а мне хотелось бы спросить вашей помощи в одном вопросе я купила недавно вот этот стимулятор hb101 я знаю что он очень популярен среди розоводов и цветоводов многие им пользуются много про него читала самые разные отзывы но до сих пор не пробовала вот купила испытать на себе хотя честно говоря к подобным вещам отношусь с большой осторожностью написано про него конечно совершенно совершеннейшие дифирамбы экологически чистый стимулятор роста активатор иммунной системы для культивации всех видов растений из натуральных экстрактов сто процентов натуральный безопасный безвредный для окружающей среды человека и животных и при этом обещается что вы поливаете этой штукой ваши цветы и все у вас цветет и пахнет улучшается урожай все лучше цветет и вообще все замечательно выглядит но начать с того что фраза стимулятор или активатор иммунной системы растений вызывает у меня большие вопросы потому что на самом деле у растений нету иммунной системы поэтому все вот эти стимуляторы которые пишут что-то про иммунитет растений у меня вызывают некоторое недоверие скажем так но тем не менее отзывы про эту штуку очень хорошие поэтому решила все-таки попробовать что будет поможет или не поможет но все дело в том что сейчас конец лет и поэтому не знаю стоит ли сейчас и пользоваться или отложить до весны ну и плюс как я все-таки лучше пользоваться потому что многие я читала опрыскивают в инструкции написано поливать по составу как я поняла это что-то вроде того же самого удобрения потому что там составе азот кремний фосфор ну и так далее то есть какие-то макро микроэлементы то есть по сути возможно это просто то же самое удобрение то есть если его опрыскать этим стимулятором то это будет как вне корневая подкормка для роз но вот хотелось бы услышать все-таки опыт розоводов кто пользовался понравилось не понравилось если понравилось то как вы им пользуетесь все-таки поливаете и в какой пропорции либо опрыскиваете опять же в какой пропорции и стоит ли этой штукой пользоваться в конце лета или все-таки действительно стоит это оставить на весну потому что там составе азот и я боюсь что если сейчас я свои розы буду азотной подкормкой опрыскивать то это даст ненужный результат хотя учитывая что он все-таки стимулятор роста возможно имеет смысл молодые розы только что посажены этим опрыскать напишите мне очень надеюсь на вашу помощь старенькие розы в этом году не радуют зато радует новенькие распустился штамбик ice for me очень мне нравятся эти цветы с темными контрастными серединками есть конечно в них что-то такое что отличает их от всех остальных поэтому вот эти все гибриды хульсейми персика мне очень очень нравится очень надеюсь что роза окажется обильный принципе даже сейчас видно что достаточно много бутонов и и я надеюсь что она составит достойную пару балеринки они у меня сидят рядышком думаю что должны красиво сочетаться вернусь к плодово-ягодной теме начатой в прошлом влоге у меня начала созревать голубика свое время заводила ее больше для красоты у нее декоративные листва вот она сейчас уже начинает краснеть у меня здесь растет маньчжурский клен я надеюсь что скоро покажу вам его во всей красе и вообще у меня на этой полянке растения подобраны по принципу красивой листвы они больше здесь на осенний обзор рассчитаны так у меня голубика у меня катальпа которая становится желтый маньчжурский клен становится очень красивого розового цвета и бересклет который тоже осенью отличается очень очень красивой листвой ну и конечно девичий виноград вот видите он уже начал покрываться осенним багрянцем все вместе смотрится очень живописно здесь мне не очень живописная куча глины здесь я буду устраивать очередную попытку альпийской горки точнее здесь будет грядка для пряных травок и мы хотим ее сделать в виде такой небольшой скальной горки может быть спиралью ее закрутить пока не знаю как это будет выглядеть в общем будет некое возвышение в окружении хвойных постараюсь заснять показать вам процесс если успеем ее сделать в этом году ну а возвращаясь голубики очень долго ждала от нее ягод мне кажется лет десять она вообще не плодоносила на ней не было ни цветочков ни ягодок и вот она постепенно доросла до вот такого состояния кустик где-то с меня ростом и с тех пор она регулярно каждый год цветет и дает ягодки ягодки очень вкусные хотя урожай как видите не очень большой где-то наверное как у смородины хотя я не знаю как должна плодоносить смородину у нас ягодные кустарники никогда не отличались обильности поэтому возможно что у кого-то смородина лучше плодоносит чем у меня голубика но для разнообразия мне кажется очень здорово тем более что кустарник помимо того что дает вкусные ягоды еще и очень декоративный она кстати вечно зеленая листочки у нее блестящие кожистые очень красивые пара недель назад когда я показывала свои розы которые готовилась пересаживать я засветила на видео детский комплекс и несколько человек просили меня про него рассказать конечно тематика не совсем садовая но если интересно то расскажу немножко о том как мы его делали он у нас наполовину самодельный наполовину покупной вот как он выглядит полностью этот комплекс мы покупали в виде конструктора сделай сам я нашла в интернете компанию вернее мастера который продавал весь вот этот комплекс в разобранном виде то есть все детали были заранее напилены они были не покрашены и вот их предполагалось собрать самостоятельно мы немножко его конечно же дорабатывали вот эта лестница она была в комплексе изначально кстати вот эти перекладины сделаны были из черенков для лопат на них даже когда мы покупали были этикеточки черенков для лопат но мы их сами не собирали это была готовая конструкция на перекладине было предусмотрено место для двух качелей я купила обычные качели и изначально я купила трапецию сейчас вам ее покажу вот такая трапеция она вот сейчас у нас лежит мы иногда меняем качели на нее но честно говоря качели пользуются конечно большей популярностью и вторые качели я делала сама из обычной шины и надо сказать что вот эти качели пользуются у детей гораздо большей популярностью чем обычные делается очень просто я купила в строительном магазине вот такие кольца кажется это называется анкерные крюки с изнанки вот там вот снизу тоже гайка то есть зажимается гайкой сверху гайкой снизу это кольцо ну а саму шину просверливаете обычным обычной дрелью плюс мы купили 4 карабина и веревки ну вот насчет веревок они у меня видите уже такие страшненькие потому что им уже лет 6 или 7 обязательно посмотрите в интернете как вязать узлы которые не развязываются потому что для качели это конечно актуально я смотрел свое время в интернете в принципе такие шины делают в разных вариациях я видела шины которые подвешивают вертикально тогда на них можно крутиться во все стороны но мы вот решили сделать такой более безопасный вариант и плюс когда будете вешать веревки учитывайте что они растягиваются потому что я этого не учла и у меня видите она в итоге почти у самой земли хотя изначально на ней предполагалось сидеть то есть сантиметров на 20-30 она вытянулась но правда вот в таком виде оказалась более удачной потому что дети с удовольствием катаются на ней стоя на ногах так что если думаете повесить ли шину ребенку в качестве качелей вешайте штука реально пользуется огромной популярностью у всех детей до сих пор даже 10-11 летние дети на ней с удовольствием качаются вот этот домик мы дорабатывали дорабатывали достаточно серьезно вот здесь изначально должна была быть горка но у нас на горку здесь места нету поэтому мы решили сделать скалодром скалодром уже делали сами ну конструкция очень простая это по сути просто три бруска на которых прибиты доски вот эти камушки я заказывала в интернете кажется из Новосибирска мне их присылали почтой совсем недорого кстати стоили это какой-то был центр по скалолазанию вот они эти камушки продают когда делала я боялась что для детей будет слишком сложно карабкаться наверх что он слишком вертикальный на самом деле не бойтесь даже полностью вертикальный делать дети очень быстро к ним привыкают и уже даже сейчас например им не особенно интересно по нему лазить хотя поначалу он им очень нравился с этой стороны у меня вот такая вот лазилка тоже из шин это тоже просто два бруска к которым прикручены шины вот с этой стороны честно говоря не могу сказать что пользовался такой уж прям большой популярностью я скорее ее сделала для того чтобы немножко разнообразить мне хотелось побольше всякого разного но не очень удачно она оказалась вот сюда видите наливается вода и конечно уже тогда по ней не слишком приятно лазить потому что можно промокнуть поэтому если делать то наверное лучше как-то дорабатывать внизу под вот этим домиком изначально должна была быть песочница но у нас куча песка лежит за домом вернее лежала на тот момент когда ребенок был маленький поэтому я решила здесь построить такую кухню ну делала на скорую руку честно говоря потому что не была уверена будет ли в нее играть сын все-таки это девчачья забава но надо сказать что кухней все дети с кухней все дети с огромным удовольствием играли у меня она собрана из того что было на скорую руку не покрашены ну видите такая некрасивая страшненькая но тем не менее пользовалась огромной популярностью ну и плюс конечно то что на улице не так страшно извозиться в грязи лепить кулички из песка все это элементарно моется так что кухне я довольна ну и плюс мы сделали вот такие два вылета вот сюда вешается веревочная лестница сейчас мы ее уже сняли и вот здесь вот предполагалась крутилка знаете такая на веревке висит палка с двумя ручками на ней можно крутиться в разные стороны но вот это тоже оказалось не очень удачно потому что просто мало места мне опять же хотелось побольше всего разного но получается что когда дети вот здесь висят они стукаются об лестницу ну а там эта лестница она как бы получается ведет в никуда с нее не очень удобно перелезать на второй этаж поэтому ну считаю что не было наверное смысл делать эти вылеты ну хотя определенное разнообразие выграя они конечно выносили ну и наконец вот здесь у меня вкручены вот такие вот саморезы с петелькой здесь вот на этом треугольничке у меня висела веревочная сетка я тоже ее плела сама сейчас ее тоже уже не вешаем потому что дети не пользуются но вот кстати по ней лазили с большим удовольствием так что если соберетесь делать найдите в интернете очень много инструкций как вязать плести эти сетки делается несложно а удовольствие ребенок получит массу ну и плюс какие-то дополнительные штучки у меня были вот здесь вот у меня висела подзорная труба буквально в прошлом году у нас сломался сук вот у этой яблони и ее снес пришлось снять а в самом домике у меня прикручено пару рулей сейчас же опять же уже не играют дети а когда были маленькие с удовольствием крутили красила кстати все это красками и маслами осмо вот это вот непрозрачные краски у них серия для улицы я покупала маленькие баночки они вот такие вот я в своем видео про краски их показывала как видите спустя 7 или 8 лет очень прилично все это смотрится они такие вот не очень яркие они такие и были то есть такой цвет не ядовитый в принципе очень мне кажется гармонично смотрится в саду в общем то учитывая то сколько лет этому покрытию я считаю ведет себя на улице очень очень достойно если у вас скажем так бюджет это позволяет и вам нужно что-то такое чтобы покрасить и на несколько лет про это забыть не подкрашивать каждый год то эти масла смело могу советовать ну что же как всегда я жду ваши вопросы, замечания, пожелания в комментариях на сегодня все, всем пока пока